В столице региона прошло заседание Комитета по образованию с социальным вопросом о хране здоровья, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту на особом контроле вопрос об укомплектованности образовательных учреждений педагогическими кадрами. Какие меры поддержки предлагают учителям и воспитателям, узнала Полина Чулякова. В Самаре прошло заседание Комитета по образованию, социальным вопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политики, туризму, физической культуре и спорту Думы городского округа Самара. Один из наиболее важных вопросов, поднятых на обсуждение – педагогические кадры. Востребованность очень большая, и есть тоже у нас ряд предложений, которые мы всегда озвучиваем, и хотели бы, чтобы они были воплощены, скажем, в реальность для того, чтобы педагогическими кадрами четко, 100% были укомплектованы все наши образовательные организации. Озвучили меры поддержки для молодых педагогов, которые предлагают областное правительство и муниципалитет. Среди них, например, льготы на проезд и компенсация денежных средств при аренде квартиры. Потребность в кадрах есть в 80% организации, несмотря на то, что педагоги реализуют полностью учебный план по всем программам, которые обязаны реализовываться. Сегодня в городе работают 6 280 педагогов в школах и 4 313 в дошкольных учреждениях, из которых 515 – мужчины. Полина Чулякова, Константин Головин. События.